Проект 100 идей для Узбекистана продолжается. Цель инициативы выявить талантливую молодежь, поддержать лучшие задумки, помочь реализовать амбициозные и нестандартные планы в жизни. Причем сферы совершенно различны. Главное, что берется во внимание, рациональность идей. Молодежь Узбекистана уделяется огромное внимание и у каждого представителя поколения NEXT сейчас много шансов для самореализации абсолютно в любой сфере деятельности. И вот очередная площадка, чтобы показать себя. Конкурс 100 идей для Узбекистана. Более 23 тысяч молодых людей от 14 до 30 лет уже подали заявки, чтобы принять участие в конкурсе. Проект будет реализован в три этапа. У нас есть экспертная комиссия, которая определяет, какое количество баллов нужно поставить определенным проектам. Все эти эксперты прибыли из соответствующих министерств по 10 направлениям. Лидерами среди 25 тысяч заявлений являются проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, предпринимательства и занятости, а также спорта и туризма. Насколько Узбекистану на данном этапе нужен этот проект. То есть это является одним из главных критериев при отборе на данном этапе. Идеи от молодых людей поступают самые разные. Можно с уверенностью сказать, планы участников амбициозны. От покорения космоса до решения общественных проблем. Мы изучаем каждый проект. Все они достаточно интересные. Вот, к примеру, была выдвинута инициатива об открытии специальных школ для жизни для будущих невесток, где они могут получать все необходимые знания перед тем, как создать семью. Я выступила со своими рекомендациями для того, чтобы Министерство инновационного развития приняло эту идею во внимание. В каждом регионе страны запланированы мотивационные встречи для молодежи, для вовлечения их к участию в конкурсе, который, кстати, проходит по 10 направлениям. По окончанию отборочного тура будет выявлено 1400 проектов из регионов. Проекты будут оценены в течение одного месяца. На финальном этапе мы планируем привлечь всех министров, профильных министерств, которые уже будут сами сидеть в жюри и оценивать проекты, так как они в дальнейшем будут ответственны за реализацию данных проектов.